Всем привет! В эфире Универ Ньюс. В студии я, Лилия Баталова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров изложил цветы к памятнику Мусы Джалиля. Студенты Казанского федерального университета посетили спортивно-оздоровительное мероприятие «Поезд здоровья-2020». Синоптики предупредили о сильном шторме в Татарстане. День рождения поэта, героя Мусы Джалиля. Казанский федеральный университет почтил память татарского поэта. Об этом наш следующий сюжет. 15 февраля отмечается 114 лет со дня рождения советского татарского поэта и журналиста, героя Советского Союза Мусы Джалиля. Имя его широко известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Ректор КФУ Ильшат Гафуров возложил цветы к памятнику героя в ректорском садике на Аллее Славы. Почтить память поэта также пришли проректоры Казанского университета, сотрудники и студенты. Бюст поэта был установлен в ректорском садике в 2016 году. Извояние не случайно появилось именно здесь, рядом с именами студентов и сотрудников университета, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Дело в том, что Мусы Джалиль учился в Тюрско-Татарском рабочем факультете педагогического института, вошедшего в структуру Казанского университета. Возложение цветов, добрая традиция Казанского федерального университета – дань глубочайшего уважения татарскому поэту, военному корреспонденту, герою Советского Союза Мусы Джалилю. Лилия Талипова, Универньюс. В Велабужском институте Казанского федерального университета состоялась встреча работников образования, представителей муниципальных властей и бизнеса. Подробности смотрите в следующем сюжете. В Велабужском институте КФУ состоялась встреча работников образования, представителей муниципальных властей и бизнеса. Участники собрания обсудили стратегические планы развития системы образования в Велабужском районе и попытались разобрать идеи налаживания связи между образовательными учреждениями, потенциальными работодателями и непосредственно самими участниками учебного процесса. Участники стратегической сессии, поделившись на команды, разрабатывали проекты, направленные на развитие образовательной инфраструктуры на территории Велабужского района. Специалисты из разных областей рассказывали свои идеи по обеспечению целостности образовательного процесса и его соответствия современным запросам общества, а также как усовершенствовать профориентационную деятельность и обеспечить поддержку талантливой молодежи. Мы понимаем, что муниципалитет очень большой, есть большое количество различных образовательных организаций. Сегодня мы слышали основные цифры, действительно впечатляют. Есть колледжи различного профиля, есть различные школы и детские сады. И, безусловно, одна из основных задач – это координация их работы. То есть это совместное сетевое взаимодействие. Мы сегодня говорили о том, что несколько меняется в настоящее время парадигма образования. Ученик становится в центре, школа теряет свой монополизм. Стратегическая сессия стала первым этапом планирования нового образовательного пространства в Елабуге. По ее итогам будут отобраны наиболее интересные проекты для возможной реализации при поддержке муниципальных властей. Ильвира Зорина, Айдар Нурмеев, Универньюс. 15 и 16 февраля студенты Казанского федерального университета посетили спортивно-оздоровительное мероприятие «Поезд здоровья-2020». Наш корреспондент побывал там и узнал, какие занятия на свежем воздухе нашли для себя студенты. Подробности в сюжете Льва Деденко. Мороз, солнце, свежий воздух и активные виды спорта. 15 и 16 февраля студенты Казанского федерального университета посетили спортивный комплекс «Маяк» в Зеленодольском районе. Посещение прошло в рамках спортивно-оздоровительного мероприятия «Поезд здоровья-2020». Организатором мероприятия является Департамент по молодежной политике совместно с студенческим спортивным клубом КФУ «Казанские юлбарсы» при поддержке других структур университета. В эти выходные на площадке спорткомплекса собрались учащиеся из институтов психологии образования, экологии и природопользования, экономики и финансов, а также из высшей школы информационных технологий. Студенты испытали свои силы на горнолыжной дорожке, катались на снегоходах, а также на ватрушках с горки. «Было весело?» «Снег в лицо!» «Самое главное – снег в лицо!» «Ды в лицо!» «Это самое!» «Я и быстро!» «Быстро очень!» «Очень здорово провести выходные в таком месте, кататься на лыжах, кататься на свежем воздухом и кататься на лакушках». «Непривычно, потому что я первый раз, и, наверное, в первый раз кататься по лесу не очень хорошая идея, но было прикольно». По словам организаторов, такой ежегодный выезд на свежий воздух способствует физическому развитию студентов, пропаганде здорового образа жизни, а также развитию корпоративного духа. Еще это помогает найти новых друзей из других институтов. В планах дирекции проводить такие мероприятия как можно чаще. «Мы хотим также продолжать вывозить наших студентов. Возможно, планируем увеличить количество, потому что университет растет, и надо привлекать как можно большее количество студентов к здоровому образу жизни. Студенты разных курсов, как и магистранты, и аспиранты, и сотрудники, и первокурсники, конечно же». Многие студенты в первый раз в своей жизни встали на лыжи и прокатились на снегоходах. У всех отличное настроение, море положительных эмоций и желание чаще посещать подобные мероприятия. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В инжиниринговом центре КФУ открылся стенд гоночной команды Гепард Рейсинг. Это событие для университета не случайно. А почему, мы расскажем прямо сейчас. 14 февраля в набережной Челнинском институте КФУ состоялось торжественное открытие стенда гоночной команды Гепард Рейсинг. Команда является победителем Кубка России по ралли-рейдам 2018 года. В ее состав входят выпускники Альмаматор, пилот и руководитель команды Игорь Чагин, штурман-технический специалист Иван Безденежных, механик спортивной техники Александр Кондаков. На счету Гепард Рейсинг участие в 16 гонках, 11 из которых подиумы. Победа, она не достигается, не происходит просто так, без ничего. Это всегда большой труд, подготовка кадров. Невозможно сразу сесть на гоночный КАМАЗ и завоевать первое место. Мне очень приятно, я повторяю, что наши студенты, это база команды КАМАЗ-мастер. И таким образом наша молодая команда, команде всего Гепард Рейсинг всего лишь 3 года, пример прекрасный для нашей молодежи. Руководитель и пилот команды Игорь Чагин рассказал присутствующим о географии маршрутов соревнований, процессе подготовки команды к предстоящим испытаниям и о модернизации автомобиля под различные виды гонок и типы трасс, которые помогают добиваться больших побед. Безусловно, все наши достижения в автоспорте и наш темп движения в этом, это заслуга коллектива. Коллектива нашего молодого, который хочет бороться, который желает как можно больше знать, воспитывая себя как губка, все знания и очень мудрого, опытного коллектива, взрослого КАМАЗ-мастер, который сопутствует нам в этом. Они дают нам знания, это институт, который дает нам теоретические, очень много теоретических знаний. Мы все это используем, собираем в себе, очень много тренируемся. Почетным гостем мероприятия стал заслуженный мастер спорта России, пилот команды КАМАЗ-мастер, победитель ралли-рейда «Дакар-2020» в зачете грузовиков Андрей Коргинов. В конце встречи все желающие получили его автограф. Камиль Гемазденов, Универньюз. Синоптики предупредили о сильном шторме до 25 метров в секунду и ухудшении видимости в Татарстане. Все подробности в следующем сюжете. В Татарстане в период 17 по 18 февраля синоптики прогнозируют сильный ветер до 25 метров в секунду. Кроме того, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем, днем в отдельных районах сильные. Синоптики также обещают метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Утром и днем местами ожидается туман на дорогах Кололедица, накат и снежная каша. В данном случае погода нашей зимы определяется четко одним фактором – влиянием западно-восточного переноса, то есть влиянием Атлантики. В Атлантике находится Гольфстрим, это теплое течение. В районе Исландии постоянно возникают все новые и новые вихри атмосферные, циклоны. Циклоны переносят с западно-восточным переносом сюда к нам, а с Атлантики зимой придет к нам только тепло. Вот если летом будет нечто подобное, то лето будет прохладным, потому что Атлантика будет уже нас не согревать, а охлаждать наш континент. Госавтоинспекция МВД по республике Татарстан призывает водителей быть крайне внимательными на дороге. Причину, если мы видим антропогенный фактор изменения климата, то это выбросы. Это действительно огромное количество выбросов парниковых газов, как мы их называем, СО2, то есть углекислый газ, метан и так далее. Все это выбрасывается в атмосферу и все это приводит к такому потеплению. Такого, так сказать, теории есть такого рода, это все так. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok